Я рада вас приветствовать на курсе, в котором мы будем рассматривать возможности совместной удаленной работы Office 365. Сегодня мы будем это делать в самой простой, упрощенной, но при этом в самой доступной версии Office 365, только что называется Office Online. Она самая доступная, во-первых, доступна всем. Все могут зарегистрироваться на сайте Microsoft, получить учетную запись Microsoft и воспользоваться возможностью его. Во-вторых, это бесплатно. Вы можете попробовать, может быть, даже сейчас, параллельно с тем, как мы с вами будем обсуждать вопросы, зайти на сайт office.com в любом браузере. В Internet Explorer лучше использовать старше, чем восьмая версия, восьмой и более поздней версии. Соответственно, на самой последней версии из остальных браузеров. Соответственно, вы вводите office.com, где вам предлагают пройти регистрацию или, соответственно, войти под свою учетную запись. Возможно, у вас даже есть уже учетная запись Microsoft. Например, если вы в последнее время регистрировали Skype, например, новую учетную запись, там есть такая возможность зарегистрироваться с учетной записью Microsoft. Возможно, вы это делали. Так что можете попробовать ввести почтовый адрес и пароль, те, которые у вас от Skype идут. Возможно, они подойдут и к возможностям Office Online. Соответственно, после того, как вы вводите данные учетной записи, вы попадаете на вот этот экран, который позволяет работать с документами не через классические приложения Office, а через приложение Office Online, что мы, собственно говоря, сейчас возможности и посмотрим. Кроме того, возможность Office Online позволяет вам редактировать какие-то документы, презентации, книги Excel одновременно с нескольких учетных записей, например, можно даже одновременно с одной учетной записи попытаться, если я сегодня буду иллюстрировать, их редактировать. Соответственно, все это возможно становится при помощи облачного хранилища OneDrive, доступ к которому в 13-м офисе возможен прямо непосредственно из приложения. То есть вы можете, это у нас Office 2013 здесь установлен, я уже вошлась под свою учетную запись в него. Соответственно, если перейти на вкладку «Файл» и посмотреть, где можно сохранить наш файл, ой, где можно сохранить как, сейчас, секунду, ну, тоже сохранить, открыть, вы увидите, что есть возможность воспользоваться OneDrive персональным. Соответственно, тоже доступ идет туда по учетной записи Microsoft. Microsoft. И вот таким образом в OneDrive персонально перехожу, смотрю, какие у меня последние папки были там открыты, ну, например, глядя Максимова, OneDrive. Немножко нужно подождать. Ну, покажет, какие файлы у меня здесь есть. Задумчиво сегодня. Вот. Соответственно, у меня в OneDrive лежит пример книги Excel, которую я подготовила для того, чтобы мы посмотрели, какое вместе можно будет редактировать, как ее можно редактировать в онлайн. Так, тут я пока отменяю. Соответственно, можете сделать это сейчас в параллель, войти, там, зарегистрировать учетную запись, либо войти под свою учетную запись, может быть, какие-то дополнительные возможности, тогда мы посмотрим с вами вместе. Сейчас буквально секунду я посмотрю, какие вопросы поступили. Так, так, так. Вопросов не поступило. Добрый день всем, кто сказал мне добрый день. Ну, и, соответственно, вот такие возможности мы сегодня рассмотрим. Как работать в Word Online, потом, как работать в Excel Online и как работать в PowerPoint Online. Какие возможности есть редактирования в браузере и как работает совместная работа, одновременная работа в этих программах. Начнем мы с Word Online. Здесь, на вот этом первом экране Office Online, вы можете перейти либо сразу в Word Online, либо в ваше хранилище OneDrive, посмотреть, какие там есть документы. Мы начнем с того, что мы выберем плитку Word Online. Он нам предлагает, как и классическое приложение Word, либо посмотреть, какие-то последние документы открытые, либо создать новый документ. Ну, создадим новый документ. Вот. Ну, и, соответственно, дальше все внутри браузера выглядит очень похоже на то, как это выглядит в классическом приложении. Правда, возможности очень сильно урезаны. Нужно понимать, что Office Online создан для того, чтобы создавать и редактировать самые простые документы. То есть это возможность быстро что-то поменять, быстро отредактировать, но далеко не все. То есть если вам нужна какая-то серьезная работа, то вы открываете этот же документ в классическом приложении. Сейчас тоже покажу, как это сделать. Эти дополнительные возможности уже, соответственно, оттуда используете. Ну, например, что мы видим на ленте Word Online. Вы здесь видите вкладку «Главная вставка», «Разметка страницы рецензирования и вид». Не все кнопки здесь есть, которые есть в обычных приложениях. Ну, например, на вкладке «Вставка». Можно вставить таблицу, можно вставить рисунок, примечание к его антитулу, но нельзя вставлять, например, диаграммы, так как это можно было сделать в классическом приложении. Нужно еще сказать, что документ, который вы редактируете в Word Online, не нужно сохранять. То есть все изменения, которые здесь вводятся, я там бракодабру какую-нибудь буду печатать, они будут автоматически сохраняться, и, соответственно, никакой кнопки «Сохранить» здесь нет. То есть перейдите на вкладку «Файл», вы видите, что есть здесь «Сохранить как». То есть, например, вы захотите каким-то другим именем изменения сохранить. Открыли документ один, а изменения хотите в другом виде сохранить. Но кнопки «Сохранить» здесь нет. Есть только «Открыть», «Создать» и так далее. Соответственно, мы здесь что-нибудь можем редактировать, можем какой-нибудь текст вводить. Возможности редактирования текста здесь тоже есть. Можно поменять шрифт, немножко подтормаживает. Размер шрифта можно увеличить. То есть, вкладка «Главная» в группе «Шрифт» здесь, в принципе, все основные инструменты есть. Но дополнительно, если вам нужны те, которые доступны по кнопочке, по клику в правом нижнем углу группы «Шрифт» обычной, их нет. Только самые основные. Есть также стили. То есть, со стилями тоже можно работать. Примерно такое же количество, как и в обычном документе. Есть инструмент «Найти и заменить». То есть, вот он работает, открывается панель навигации, в которую вы можете что-нибудь ввести. Сейчас попробуем. Вот так вот. Да, и он вам покажет в панель навигации, что такой текст содержится в документе. Можно воспользоваться «Заменить» функцией «Заменить». Соответственно, выбрать, что нужно найти, и заменить, например, что будет русскоязычное. Пусть будет обракадабра уже русскоязычное. И кнопка «Заменить» тоже будет работать. Далее, на вкладке «Вставка». Соответственно, мы можем с вами вставить таблицу какую-либо. И также будут открываться контекстные вкладки, так же, как в обычном классическом приложении, которые позволяют оформить эту табличку. Например, какой-то стиль к ней применить. Стилей, правда, тут не так много. Можно изменить цвета этой таблички. Цветов тоже не очень много. И выбрать, что у вас будет выделено таким цветом. Такой стиль, если выбрать, последний столбец будет не будет. То, что мы обычно галочками отмечаем. Также вкладка «Макет», которая позволяет вставлять, добавлять. Но возможности тоже ограничены. То есть, неполный набор того, что можно сделать. Например, нет инструмента. Здесь, как направление текста в ячейке, нельзя поменять. Он будет горизонтальным, когда вы будете вводить значения. Если вы это отредактируете в обычном классическом приложении, то это здесь будет отображаться. Но изнутри, вот онлайн, средактировать это не получится. Дальше. Что еще здесь можно будет сделать? Можно вставить рисунок. Соответственно, он предложит вам выбрать файл. Сейчас мы наденем тут в изображениях. Наш любимый. Вот Кала моя любимая есть. Так, загрузилась. Кстати, обратите внимание, в нижней части окна браузера будет появляться в строке состояние, будет появляться состояние вашего документа. Там сохранено в OneDrive или, соответственно, статус сохраняется. Если что-то, какие-то изменения еще есть. Так вот, появилась наша картинка, появилась к ней контекстная вкладка «Формат». И здесь далеко не все возможности, которые есть в Варде. То есть можно вставить замещающий текст, можно применить несколько стилей, их достаточно много. Таким образом, например, изображение отредактировать. Так, вкладка «Формат». Можно уменьшить изображение. Можно его увеличить. Но при этом простое перетягивание объекта, вот как в Варде, в обычном, чтобы переставить картинку, за нее достаточно потянуть, здесь не работает. Чтобы переставить эту картинку, ее нужно отсюда вырезать и, например, вот сюда вставить. Таким образом он будет работать. Ну, в принципе, как бы не сильно и сложно это будет. Кстати говоря, про масштабирование. Обычно у нас в классическом приложении, в правом нижнем углу, есть линейка масштабов, в которой мы можем поменять масштаб отображения. В режиме редактирования документа в Word Online этого инструмента нет. Все делается настройками браузера. Тут стандартные, достаточные инструменты. Для того, чтобы сделать помельче, покрупнее, можно зажать кнопку «Контрол» и, соответственно, колесиком мышки поменять масштаб отображения браузера. Правда, то есть, с того, что неприятно, лента тоже уменьшается. Мне, по крайней мере, нравится. Так, ну и «Контрол» возвращает в стопроцентный масштаб наш документ. Так, с картинкой мы посмотрели, что можно поделать, что можно еще вставить. Так, изображение из интернета, ссылки. Клантитулы можно добавить. Можно что-нибудь там напечатать. Уже какой-нибудь абракадабр буду печатать. Можно настроить параметры, то есть, как будут эти самые клантитулы отображаться только на четных страницах, только на нечетных страницах, на титульных, как они будут отображаться. Вот, соответственно, верхний и нижний клантитулы предлагают поменять. Но не видно их. Единственное, что в режиме редактирования их не будет видно. Будет видно только в режиме чтения. До режимов мы тоже дойдем. Дальше. Сноски, соответственно, тоже можно будет вставить. Правда, если они вставлены в классическом приложении, то поменять их нельзя будет в Word Online. На вкладке «Разметка страницы» можно будет настроить поля, ориентацию документа. Ну, то есть, основные и самые важные инструменты. Здесь есть отступы, интервалы. Ну, может быть, их будет недостаточно. Тогда переходим в классическое приложение. Есть вкладка «Рецензирование». Соответственно, мы можем добавить какое-то примечание. Если мы чужой документ, например, просматриваем и хотим составителю оставить какой-то комментарий, мы можем создать примечание. Вот с правой стороны появляется примечание. Напишу «Исправить». Не напишу, что, просто «Исправить». И опубликовать. Ну, соответственно, вот сбоку в документе появляется небольшое такое сообщение, что тут примечание есть. Соответственно, можно будет эту панель боковой с примечаниями закрыть, а если вы щелкните на примечание, то она обратно возвращается. Соответственно, можно там, если это чужие примечания, коллег каких-то ответить на это примечание, либо галочкой пометить, что вы его прочитали, либо просто удалить. Ну, или просто закрыть, чтобы его не было видно. Так, соответственно, здесь работать с примечаниями абсолютно так же строится. То есть, можно переходить к следующему, можно переходить к предыдущему, создавать новые, показывать, не показывает помещение, это, соответственно, с правой стороны панель открывается. Ну и вкладка «Вид» тоже здесь есть, здесь она, правда, тоже пограниченная. Значит, что она нам предлагает? Мы сейчас находимся в режиме редактирования, потому что я создавала новый документ, ну и предлагает выйти в режим чтения, посмотреть, как этот документ будет смотреться. Ну, соответственно, нажимаем режим чтения, сейчас, если не заблокируется дополнительное окошко, то мы все увидим. Да, вот он наш документ, и вот в режиме чтения, как вы видите, клан-титул виден, то есть я его создала, теперь его стало видно. Ну, примечания тоже будут видны. Так вот, из режима чтения мы можем обратно вернуться в режим редактирования, либо выбрать «Редактировать Word», тоже это будет возможно. Здесь есть кнопка «Редактировать документ», «Изменить Word», «Изменить Word Online». Я еще раз выбираю «Изменить Word Online». Получается, что я как бы на вкладке «Вид» сейчас в режиме редактирования, перехожу в режим чтения, посмотрю, как будет смотреться наш документ, потому что не все возможности будут видны в режиме редактирования адекватно, так как документ, например, на печать будет выходить. Так, ну что еще можно сделать, если мы хотим поменять название, потому что по умолчанию, как в обычном вебарде открывается, это документ, название файла. Если вы хотите его переименовать, то в верхней части экрана, посерединке вы видите его название, сейчас он «Документ» называется. Можно туда кликнуть и, соответственно, впечатать что-то новое. «Пример 1» пусть будет. Вот, теперь он у нас называется «Пример 1», он тоже сохранил наши изменения. Никакого дополнительного сохранения здесь нету. Ну и кнопочка «Открыть Word», соответственно, нажимаем ее. И если что-то нам нужно использовать, что невозможно сделать Word Online, мы можем, соответственно, в классическом приложении тогда делать. Немножко согласиться нужно будет. Ну, Word пошел запускаться, значит, все адекватно работает. Ой, какой-то Word такой большой получился. Секунду. Вот, соответственно, в Word документ здесь можно будет дополнительные функции, уже полнофункциональные, вкладка «Дизайн» здесь работает, у которой не было в Word Online, рассылки, ну и так далее. Да, все-все-все возможности уже здесь будут доступны. Так, есть ли пока какие-нибудь вопросы у вас? Давайте посмотрим. Так, нет, вопросов пока нету. Вопросов пока нету. Тогда продолжаем дальше. Здесь Word я закрою. Так. Так и вот так. Теперь еще вот такой вопрос. Есть у нас некоторые возможности, которые в Word Online поддерживаться не будут, которые будут работать в Word Online, но по-другому, чем в классическом приложении. Посмотрим, у меня есть документ, OneDrive, сейчас вот в верхнем левом углу нажимаю OneDrive, чтобы перейти к списку своих файлов. Тут у меня есть пример документа. Я его щелкаю, и он открывается пока в режиме чтения. Вы видите, что в документе создан заранее объект SmartArt, диаграмма, значит, формула, вставлены символы, текст, поделенный на колонки, ну и картинка, которую я тоже редактировала в обычном приложении. Ну, соответственно, посмотрим, в чем разница, с чем можно будет работать в Word Online, с чем нельзя, на примере этих документов. Значит, я в верхней части окна выбираю «Редактировать документ» и из списка «Изменить» в Word Online. Сейчас у меня редактор открыл. Так, смотрим. Значит, был вставлен объект SmartArt. Так. Соответственно, вы видите, что как бы кликаться, то он кликает, он здесь, SmartArt в Word не открывается, то есть его отредактировать отсюда будет нельзя. То есть как его вставить было нельзя, так и отредактировать тоже. С диаграммой, если она отображается, я не могу. Как и вставить диаграмму, тоже не могу. Уравнение. Уравнение отображается, как фраза «Уравнение». То есть в режиме чтения его было видно, в режиме редактирования. В Word Online нет такой возможности вставить символ, который нет на клавиатуре. Они были вставлены в обычном Word. Соответственно, например, скопировать, вставить, еще раз вставить я его могу, но заново на вкладке «Вставка»… А, нет, некоторые символы могу вставить, но не все. Здесь их ограниченное количество. Некоторые могу, некоторые не могу. Текст, который был разделен на колонки. В режиме редактирования просматривается как просто текст. То есть в режиме чтения было видно, что он на колонке разбит, в режиме редактирования. Ну, как бы просто текст. Я его могу поменять, но изменить, как он разбит по колонкам, какие-то разрывы поставить, это я сделать не могу. Изображение. Вот здесь у меня было применено изображение. Значит, я на него кликаю, и открывается, в принципе, вкладка «Формат». Вы видите, что изображение было обрезано полукругом, к нему был применен какой-то стиль, то есть оно там с тенью. Также было применено колорирование. Инструмента для колорирования здесь нету. То есть это поменять я не могу. Тут изображение такое в сепии. Поменять это я не могу. Однако поменять стиль рисунка я могу из вот этого полукруглого, какой-нибудь скругленный прямоугольник, например. Немножко подождать. Да, вот получился скругленный прямоугольник с отражением. Это сделать можно. То есть само изображение сохранено, и редактировать его стиль можно будет. А также можно восстановить рисунок. То есть есть инструмент «Постановить». Соответственно, вы видите, что инструмент колорирования обернулся, и он уже больше не применяется. Чистый цвет тот, который был на изображении первоначально. То есть вернулось можно будет. Как-то отколорировать заново нельзя. Так, дальше. Кстати говоря, по возврату. Если вы что-то сделали, и, соответственно, сохранить-то не сохраняем, а кнопки сохранить-нет, но хотите что-то, какую-то отмену произвести, то на вкладке главное инструменты для отмены есть. То есть в принципе кнопка «Отменить» она работает, как и сочетание клавиш «Ctrl-Z». Это все, в принципе, работает. Так, небольшой перерыв. Посмотрим вопросы. Так, Сергей спрашивает, какой браузер лучше использовать для работы с Office 365? Как и для работы со всем остальным, лучше использовать последние версии браузеров. Но вот относительно Explorer эта версия не ниже 8. То есть 8, 9, 10, 11 и что там вместо него выйдет в этом году. Соответственно, они все поддерживают возможности в Office Online, и, соответственно, Office 365, и все остальные возможности. Ну, а по поводу простых браузеров, тут, наверное, все-таки кому что нравится, потому что я сейчас работаю... А в чем я сейчас работаю? Я сейчас работаю в Google Chrome, по-моему. Сейчас, секунду. Да, я сейчас работаю в Chrome, и мне в нем комфортно, и он работает. Единственное, что настройки браузера, по поводу блокировки всплывающих окон, вот это нужно посмотреть, поднастроить, потому что иногда какую-нибудь печать, например, запускаешь, должно всплыть окошко, а браузер этого не дает сделать. Но настройки любого браузера, в принципе, они могут быть изменены. Так, на этот вопрос я ответила. Так, теперь посмотрим, каким образом можно поделиться этим файлом, каким образом можно его совместно редактировать. Я думаю, что мы сейчас сделаем так. Я немножко здесь отступлю в место, чтобы внизу, под самой последней картинкой, вы смогли что-нибудь дописать. Попробуем сейчас совместно редактировать этот документ. Значит, совместное редактирование доступно, если у нас сохранен в OneDrive файл. Вы можете в Word Online, в правом верхнем углу, найти инструмент «Общий доступ». Вот, значит, что мы здесь можем выбрать? Мы либо можем написать почтовые адреса тех коллег, например, или тех наших. В общем, тем, кому мы хотим доступ предоставить. Почтовые адреса, на которые будет отправлена ссылка, и они смогут редактировать этот документ. Можно сделать наоборот, сгенерировать ссылку и, соответственно, передать ее кому-то, и все, у кого есть эта ссылка, смогут редактировать этот документ. Так как я сейчас не хочу уводить все ваши почтовые адреса, я выберу «Получить ссылку». Значит, он меня спрашивает, вы хотите ссылку на редактирование или есть другие возможности, там только просмотры, например, вы сможете просматривать, но не сможете со мной вместе редактировать. Такое тоже возможно. Я выберу «Редактирование» и, соответственно, «Создать ссылку». Вот он мне генерирует ссылку, которую я сейчас скопирую и отправлю в чат. Я надеюсь, что вы ее сейчас увидите. Так. «Редактирование», «Ссылка». Попробуйте перейти по ней. Ну, соответственно, я сейчас буду видеть, что кто-то к нам присоединился. Даже если у вас нет учетной записи Microsoft, вы будете как гость переходить по этой самой ссылке и можете, например, что-нибудь мне дописать в этот файл. Значит, вот у нас присоединились. И, соответственно, я в правом верхнем углу вижу надпись «Гость тоже редактирует этот файл». Вот если бы у вас была учетная запись Microsoft, то я, соответственно, вот еще. Вот-вот-вот уже с записью я буду видеть. Вот Анну, например. Я вижу, кто еще редактирует этот файл одновременно со мной. Так. Ну, вы пока вошли, вы ничего не печатаете. Не могли бы что-нибудь напечатать там снизу под картинкой? Так. Так, уже третий человек подсоединился. Так. Вот. Смотрите. Я выбираю, например, Анну. И мне Word Online показывает, какой кусочек кто редактирует. Так. Ну, тут единственное, что они немножко поспорили и решили все одновременно одно и то же редактировать. Посмотрите, у вас тоже в верхнем правом углу есть кто редактирует. Вы можете щелкнуть, например, «Гость» редактирует этот кусочек, этот абзац. В рамках абзаца идет этот «Гость» редактирует следующий абзац. «Гость» видимо ничего не редактирует. Так. Кто мне что-нибудь печатает? Так. Я тут вижу, кто-то красненьким выделил. Так. Да. Вижу все зелененьким, кто редактирует, кто желтеньким редактируется. То есть на другие пользователи. Вот у нас уже очень много. Редактируется. Так. Окей. Так, еще раз вопросы. Получилось, я не зарегистрировалась. Это неважно, зарегистрировались вы или нет. То есть просто вы у меня как гость отображаетесь. Если зарегистрируетесь, то, соответственно, будете как... Вижу текст. Так. Видно, он не печатает. Видно, редактировать не получается. Ну, может быть, еще немножко нужно... Марина. Так. А Марина где здесь? Ой. Нет, нет, нет. Да? Секунду. Нет, нет, нет. Это не Марина, это Анна. Может быть, проблема со скоростью интернета, я не знаю. Да, но вот по той же совершенно ссылке люди подключились, все видно. Так, вот я вижу, еще кто-то что-то печатает. Пишет только для чтения. Тут мне прям все раскрасили. Отлично. Конечно, тут тоже должна быть манипуляция не очень, скажем так, не очень сложная. Вот кто-то табличку добавил. Например, если вдруг кто-то из вас сейчас решит все взять, весь документ перекрасить, выделит все и все перекрасит, то тут появится как некий спор, потому что непонятно, кто-то редактирует этот текст, а кто-то взял все, поменял цвет. Что из этого сделать в первую очередь? Ворд будет в затруднении. Если каждый свою строчку дописывает, то никаких проблем, пожалуйста, все это есть. Интерфейс английский есть. Такое покажу, нет, наверное, не покажу. Это нужно в OneDrive поменять, чтобы он был русскоязычный, я отдельно это меняла, чтобы интерфейс был другой. Так, ладно. Нет возможности сохранения, интерфейс в Word Online. Нет, возможности сохранения там и не должно быть, это сохранение, оно как бы идет в фоновом режиме. Английский это нормально. Так, значит, теперь, что еще? Вот вы пока еще, у меня другие пользователи здесь висят, не все, правда, некоторые позакрывали, четыре пользователя у меня есть. Как это будет отображаться, если я в Word сейчас попробую все отредактировать? Я открываю Word. Так, вот оно классическое приложение. Значит, смотрите, если вы редактируете документ, сохраненный в OneDrive или в SharePoint Online, в классическом приложении, то есть вы его оттуда скачали, получается, то внизу на панели состояния, и одновременно с кем-то это делается, вы тоже будете видеть, что кто-то с вами одновременно редактирует файл. Вот здесь вот внизу, там где написано страница, число слов, дополнительно еще указано, сколько человек вместе со мной редактирует. Ну вот кто-то зашел уже под своими счетными записями, это я, соответственно, здесь тоже это будет прописано. Здесь будет видно, что я не одинока, что кто-то еще это делает. Так, так, кто-то здесь новый комментарий добавил. Так, ну и, соответственно, одновременно работать из этой версии и из онлайн тоже можно, но желательно, как бы у Microsoft по пожеланиям выдвигать, чтобы лучше это было, лучше это отображалось все-таки, лучше, чтобы либо все редактировали через онлайн, либо все редактировали через приложение, потому что там могут возникнуть некие проблемы. Кстати говоря, если вы открываете в классическом приложении, соответственно, кнопочку «Сохранить» и такой зеленый стрелк появляется, то есть вы, сохраняя документ в классическом приложении, его как бы публикуете, обновляете его версию на сервере, в облаке, соответственно, там происходят тоже какие-то дополнительные изменения. Вот, а тут у меня тот, чтобы тоже редактировать, соответственно, в классическом приложении появляется такой значок, я могу обновить, посмотреть, что кто допечатал, что кто-то доделал. Да, доступно обновление, вот он мне пишет «Сохранить документ для обновления этой области». Сохраняю. Мне сейчас будет показывать, что изменился. Ничего не изменилось, просто просто постоял, видимо, курсором постоял человек на каком-то кусочке. Так, наверное, с WarDom это все. Что, сейчас еще буквально секунду, какие-то обновляются, я не понимаю. Алексей, обновляется не онлайн. Вы имеете в виду, когда я в Word Online работаю или когда я в классическом приложении работаю? Когда я в классическом приложении работаю, обновляется, когда я нажимаю на «Сохранить». А когда я работаю в Word Online, когда вы работаете в онлайн, ну, как-то с небольшой задержкой, да, нужно все-таки учитывать, что интернет не у всех очень быстрый, поэтому оно появляется просто с задержкой небольшой. Да, у кого какой интернет, как оно будет пропускать. У нас здесь не очень сильный, да, интернет, намного аудиторий. Поэтому задержка, она, конечно, визуально видна. В этом смысле, если попробовать на более скоростном интернете, то вы практически вот прям, кто-то что напечатал, кто-то что-то, вы сразу увидите изменения. Это все от скорости интернета больше зависит, чем от того, что мы тут делаем. Так, сейчас обновлю. Окей. Так, кто-то что-то еще подредактировал. Так, да, вот вижу, 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 здесь у меня, соответственно, цвет таблички поменялся и так далее. Я думаю, что с Вардом мы закончим. Посмотрим особенности Excel. Так, здесь у меня тоже подобновил. Первый, второй, третий. Ну, в принципе, если хотите, вы можете продолжать его редактировать. Как бы из-за того, что я уйду из этого файла, у меня, у вас не пропадет возможность его редактировать. Так, доступ, он открыт и открыт. Так, я хотела выбрать другую программу. Соответственно, вот здесь есть средство запуска программ. В верхнем, на левом, получается, углу могу выбрать Excel онлайн. И у меня откроется, соответственно, опять же, само приложение браузерное и предложение новую книгу создать. Создам новую книгу. Потом опять же покажу на файлике, какие есть ограничения. Со целем, конечно, сложнее. И сама программа сложнее, чем Word, более многогранная. Поэтому здесь тоже многие возможности очень сильно урезаны. Потому что Excel очень мощный инструмент. Так, ну, например, мы видим, что открылся Excel онлайн, и у него как бы тоже очень мало вкладок, тех, которые есть по умолчанию. Главное, в которой половина инструментов, ну, не половина, нет ли части инструментов, нету, например, нету инструмента условного форматирования. Зато есть кнопочка опрос. Опрос – это очень здорово. Чуть попозже об этом расскажу. Здесь, например, нету возможности сортировки многоуровневой. Есть только по возрастанию, по убыванию. На вкладке «Вставка» все тоже достаточно грустно, потому что, опять же, есть опрос, которого нету в обычном офисе. Зато есть вставка таблицы. То же самое, что форматировать как таблицу. Можно вставить диаграмму, ну, и как бы все. То есть нету спарклайнов, например, нет возможности добавить их в Excel онлайн. Но они будут нормально, адекватно просматриваться, если вы создадите в обычном классическом приложении. Вкладка «Данные» тоже очень скромно смотрится. То есть здесь есть кнопочки, если у вас есть какие-то подключения к файлу, вы загрузили его, соответственно, в Excel онлайн, то вы можете обновить эти подключения. Дальше параметры вычисления и, опять же, сортировка. То есть очень-очень мало, что от данных осталось. Не работает, например, проверка данных. То есть она сама работает, но создать ее новую нельзя, отредактировать ее нельзя, только если она была создана в обычном классическом приложении. Вкладка «Рецензирование». Ну, здесь как бы, да, тоже, кстати говоря, про защиту тут тоже нужно сказать, что если у вас документ защищен паролем, это относится и к Word-дому документу, и к Excel книге. Если они защищены паролем на открытие, то они в Excel онлайн и Word онлайн открываться в принципе не будут. То есть вам нужно будет их открыть в обычной классической версии, снять пароли, тогда уже с ними работать можно. Если стоит пароль на просмотр, нет, скажем так, на просмотр, на открытие стоит пароль, значит вы совсем не посмотрите ничего. Если у вас стоит пароль на редактирование, то вы сможете посмотреть в режиме чтения, но не сможете ничего изменить, опять же, в Excel онлайн. Просмотреть будет можно. Но здесь самих инструментов для снятия блокировки их нет. И вкладочка «Вид» тоже нам предлагает только режим редактирования, режим чтения, вот, собственно говоря, и все, что у нас здесь доступно. Вот, с другой стороны, основная операция здесь есть, и с ячейками вы работаете абсолютно так же, как в обычном приложении. Я прошу прощения, хорошо ли меня слышите, у меня вебинар пишет, что какой-то напряг по поводу звука. Ага, спасибо. И заодно Василию отвечу. Василий спрашивает, в офисе 365 платных тоже урезаны возможности или полные? В этом смысле офисе 365 в рамках Excel онлайн абсолютно то же самое содержит, что я сейчас показываю бесплатную версию. То есть Excel онлайн, что в платных версиях, что вот это вот бесплатное, это одно и то же. Другой вопрос, что офисе 365, если он корпоративный, он предлагает еще и, там, ряд тарифов, предлагает скачивание полноценных версий классических приложений. И они, конечно, полные. Вот. Слышно все хорошо, это отлично. Тут разница не в платности или бесплатности в том функционале, который допускает Excel в Word Online, а в том, что просто возможно сделать через браузер, а что пока еще недоступно. То есть они, может быть, работают над этим, но пока еще не смогли этого сделать. Потому что действительно то, что сейчас можно сделать, это шаг вперед, и для большинства задач, может быть, этого и достаточно будет. Так, значит, к Excel вернемся. Значит, тут, да, я говорила о том, что можно напечатать какое-то значение, там, например, вот так вот и вот так вот, и можно прописать формулу, и она будет работать совершенно так же, как она работала в обычной версии. То есть формула работает, работают функции. То есть, единственное, что, например, функции даты и времени, например, такая. Да, сегодня она у нас сразу отобразилась. Если в классическом приложении сегодня показывают время, которое есть на компьютере, то в этой версии она будет показывать то, что на сервере хранится. Сейчас посмотрим, чего всего. А не, ну, день-то сохранализировался. Это дата еще можно посмотреть, которая еще и время нам покажет. Ну, вот, да, видите, да, здесь разница есть по часам. 1547 – это какое-то время по серверу, и, соответственно, у нас 1446 – это время по моему компьютеру. Он показывает, не синхронизируется вот этими часами системы, мы синхронизируем это с параметрами сервера. Но это касается часовых поясов, конечно, да. Можно, в принципе, настроить, в каком часовом поясе мы находимся. Вот, а так, ограничения по функциям, именно не по функционалу, я имею в виду, не по инструментам на ленте, а по функциям из серии суммирования, максимума, минимума, функции работают так же. То есть, если вы используете расчеты в основном, то здесь все так же. Если же вы пользуетесь сводными таблицами, то создать их из Excel Online не получается. В них можно работать, если они созданы заранее в классическом приложении, но их нельзя создать отсюда. Здесь кнопки на вставке нет, здесь есть на вставке как раз функцию вставить, можно посмотреть категории. Но сводную таблицу вставить отсюда нельзя, только если она заранее была создана. Далее, что еще? Так, ну, диаграммы вставить можно, сейчас я на файлике это покажу, и редактировать их тоже будет можно. Так, да, наверное, сейчас я в OneDrive перейду, покажу документ, который у меня здесь есть. Так, такой вот пример книги. Вот, здесь просто какие-то данные уже есть, соответственно, нет никаких проблем, вы можете выделить какой-то диапазон и вставить круговую диаграмму, например, и она будет работать, и откроется вкладчик «Диаграмма». Опять же, может быть, не всю здесь можно будет сделать, да, неполный функционал, но название, легенду отредактировать, подписи данных, это, соответственно, здесь можно будет сделать. Так, какой-то функционал здесь есть под этой строке «Столбец». Ну, здесь, правда, круг появится. Выбрать данные, на основании этих данных диаграмму вставить будет можно, в отличие от того же Варда, где диаграмма жила, как картинка, вставленная в обычном классическом приложении. Сортировка работает, то есть, если вы хотите, например, сортировать тут по имени, сейчас мне тут немножко мешает, то вот у нас сортировка, там, встали в одну ячейку, и по возрастанию, у меня там Александра, Андрея, Антона, Василия, или там по обыванию, то есть оно все работает, работает адекватно, так же, как работало в классических приложениях, по стажам, например, хочу отсортировать. Вот у меня по стажу сортируют абсолютно так же. Работают формулы из серии автосумма, например, я оставлю ячейку под рядом данных и выбираю сумму. Ну, мне суммируют эти самые значения. Вот, то есть формулы в этом смысле адекватно работают так же, как и работали. Так, что-то я хотела показать. Да, а вот со сводными тут небольшая сложность. Нужно сначала создать ее в обычной версии Excel, а потом, соответственно, можно будет редактировать в Excel онлайн. Соответственно, мне приходится сейчас открыть в Excel, нажать. Ну, тут аналогично так же, как с Вардом это было. Так, функция диаграммы, которую мы вставили. Здесь открывается все, и конструкторы, и формацию, что хотите добавлять. Будете вести вполне адекватно редактируемый объект. А вот со страницы печати я хотела создать сводную таблицу. Соответственно, в обычном приложении я создаю сводную. Ну, и, предположим, она будет собирать по фамилиям поклады. У нас несколько раз они там встречались. Вот. Соответственно, сохраню этот документ и закрою его в классическом приложении. Вот. Здесь он сразу обновился. То есть, вот появился дополнительный лист, появилось сводное. И, соответственно, поля сводной таблицы тоже появились. Не появилось контекстных кладок. То есть, настроить эти поля будет достаточно сложно. Но какой-то минимальный функционал сводных здесь все-таки есть. Ну, например, я могу сейчас отключить сумму по окладам и добавить сумму по объему продаж. То есть, это точно так же, как в обычном приложении, ставлю галочку в каком-либо поле. Если это числовое поле, оно принесло значение, здесь оно суммируется. В принципе, можно даже настроить немножко это поле. Если вы кликаете в области значения на одной из суммируемых полей, точно так же вы находите параметры поля значения инструмент. Единственное, что только операцию здесь можно поменять. То есть, например, я хочу среднюю зарплату найти по каждому сотруднику, по каждой фамилии. У меня сотрудники разные, фамилии у них одинаковые. Нет, максимум хочу. Максимальная зарплата у Александров. Это он мне посчитает. Максимум по поле объема продаж. А, максимальная продаж, у тебя не оклада, а объема продаж. Он мне посчитает. Но дополнительные вычисления недоступны. Здесь, если я их использовать не смогу. Так, ну, в принципе, сам тот факт, что сводную можно сделать и что можно будет ее обновить, проводить на промышле, обновить, там, если что-то поменялось. Сейчас, на странице печать. Ну, например, объем продаж июль как-нибудь вырос у Александрова. И, соответственно, обновить. Вот он здесь тоже поменялся. То есть, связь между листами в одной книге тоже прослеживается. Это редактировать возможно. Да, есть еще один такой вот нюанс. Вы видели, что я открывала книгу в Word, не книгу, документ открывала в Word, но при этом вы могли ее продолжать, я могла продолжать ее редактировать через браузер. В Excel немножко не так. Ее можно одновременно редактировать в Office Online. Я сейчас покажу это на своем примере. Но если кто-то из редактирующих открывает классическое приложение, так, это я его открыла, видно, да, открыла его в классическом приложении этот файл, появляется вот такое вот сообщение. Другой пользователь, ну, хотя это я же, понятно, заблокировал эту книгу. То есть, ее нужно закрыть в классическом приложении, для того, чтобы теперь кто-то мог ее редактировать через Excel Online. Потому что пока она открыта в классике, именно Excel это касается, никто ее в онлайне редактировать не сможет. Вот тут вот такой вот нюанс он и есть. Соответственно, закрываю в классическом приложении. Это он сейчас перешел в режим чтения. Пожалуйста, есть, вы измените в Excel Online. Так, есть ли у вас какие-то вопросы по возможностям Excel Online? Давайте сейчас посмотрим. Тогда мы сделаем следующее. К Apple File тоже могу предоставить общий доступ. Тут будут блокироваться ячейки, тоже будет видно, кто что редактирует. Давайте мы сделаем так. Так мы сделаем. Мы в первую очередь пустим редактировать. Кого не получалось-то? Вот слушатели, у которых не получалось. А потом уже подключатся все остальные. Я сейчас ссылку точно так же сгенерирую, скину. Но будем по очереди это делать. Может, перебивать просто канал недостаточно сильный здесь у нас. Соответственно, тоже есть кнопка «Убщий доступ» и тоже есть кнопочка «Получить ссылку». Я выбираю «Редактирование», не только «Просмотр редактирования». Создаю ссылку. Так, сейчас я ее бросаю, соответственно, в чат. Так, смотрим. Другие пользователи подключились. У меня пока двое их. Вот, смотрите, даже написано, что редактируют. Редактируют B12, редактируют лист 1, G33. Так, там лист 1, G33. Не вижу, где G33. Где-то там сбоку, видимо. А, уже не G33. Уже, вот, смотрите, подсвечивает B33. Гость ему редактирует этот кусочек. Вот на листе «Быстрый анализ». Смотрите, рамочки появились. Опять же, по цветам можно посмотреть, кто редактирует. Но для чего вот эти рамочки сделаны? Для того, чтобы было понятно. Но в эту ячейку сейчас лезть нельзя. То есть, она заблокирована для редактирования. Ее редактирует тот, кто сейчас в ней стоит. Если вы будете пытаться одновременно отредактировать ячейку, то у вас будет конфликт. Да, какой-то. И, соответственно, он, диаграмму построили. Здорово. Вполне онлайн. Да, тут получается вполне адекватно это все просматривать. Я вижу, вам понравилось. Так, какие-то вопросы есть? Нет, содержательных вопросов не вижу. Я рада, что вам интересно. Что-то очень много равно какое-то. Это что-то такое непонятное введено. Формула в этой ячейке содержит ошибку, пишет наш Excel. Конечно, понятно, что в реальной жизни прям так, чтобы набросились на один файл и все стали редактироваться на одном листе и прям много-много-много чего. Наверное, такого не будет. Наверное, там коллектив будет человек пять, не больше. Хотя, конечно, файлы бывают разные. Тормозит, видимо, от количества обновлений. Потому что у нас сейчас пользователей раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть пользователей. Шесть пользователей подключено к одному и тому же файлу. И все что-то делают. И вот эти вот обновления, видимо, они просто большим потоком идут. Немножко притормаживает. Тем более, смотрите, какие объекты сложные, диаграммы строим. Конечно, оно будет немножко тормозить. И он вообще с тормозами выделяется. Хотя нет, сейчас нормально. Так. Ну что, попробовали здесь. Здесь вопросов, вроде бы, пока нету. Значит, вот что важно. Пока несколько человек редактируют что-то в нашей книге, кнопки «Отменить» не работают. Тут нужно иметь в виду, потому как, ну, чтобы не отменить изменения чье-либо чужое. То есть не ваше. Это нужно иметь в виду. Ну, и еще вот такой факт. Значит, какие вообще файлы можно открывать в офис онлайн? Ну, понятное дело, что формата XLSX открываются вообще очень легко. Те, которые созданы в последних версиях Excel. Значит, адекватно открывается бинарная книга XLSB. И XLSM, книга с поддержкой макросов, тоже нормально открывается, но макросы при этом не воспроизводятся. То есть можно посмотреть, можно редактировать макросы. Ну, просто вот Excel Online макросы не видят, да, для этого бежал бы, если это нужен. А, соответственно, нужно открыть в классической версии приложения. И еще относительно старых версий XLS файлов, XLS файлы XLT, по-моему, назывался формат, темплейт старый, в общем, что с ним происходит? Открыть их можно в старые форматы, посмотреть можно. Но если вы начинаете их редактировать, они же должны сохраниться, и Excel Online тут же их переделывает в книге нового формата XLSX, соответственно, после этого сразу файл меняет свой формат. То есть просмотреть можно, но он тут же станет у вас, после редактирования, тут же станет уже новым форматом файлов. Нужно тоже учитывать. Так, какой-то вопрос, почему недоступны изменения свойств гистограммы? Создать можно, поменять более-менее функции, да, не все они доступны, то есть вот она диаграмма, можно поменять тип диаграммы, название, легенда, подпись, можно, все остальное в классическом приложении. Но если вы сейчас откроете этот файл в классическом приложении, оно как бы, кнопка-то она есть у нас, в принципе, да, открыть в Excel, все остальные не смогут редактировать этот файл. Урезанные возможности. Так, Алексей, да, ВПР, безусловно, есть, и другие практически все. То есть вот та разница, которую описывают по поводу функций, ну вот я, например, их не использую. Да, вот то, что я сказала, T-дата немножко по-другому будет выводиться. Так, функции символ, информ, вот такие. Но, честно говоря, они редко используются, поэтому не скажу, что это очень сильно важно, что они по-другому себя ведут. Остальные, в принципе, точно так же себя ведут, как в классическом приложении. Да, тут буквально разница в 5-6 функциях. Так, вроде вопросы тоже кончились. И про Excel я, наверное, тоже все рассказала. А, да, вот еще такое, как печатаются, кстати говоря, документы. Это и к Варду, в принципе, относилось, и к Excel тоже относится. Значит, как у нас печатаются эти документы. Печать в Office Online установлена таким образом. Пойдем на вкладку «Файл», находим здесь кнопку «Печать» и нажимаем кнопку «Печать». Он нас спрашивает, текущий фрагмент или весь лист. Так, сейчас, стоп, 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 у меня одна ячейка выделена, у меня одна ячейка выделена. Перепроверю. Весь лист, говорю, «Печать». Дальше появляется, скажем так, «Мастер PDF документов». То есть он предлагает это все сделать в PDF, предпросмотр, а уже дальше печатать в PDF. В принципе, мне, правда, сейчас некуда будет его сделать. Ну, вы видите, да, а, он OneNote, мне сейчас OneNote предлагает. Ну, если бы не было OneNote, то он предложил бы в PDF это сделать. Вот, соответственно, есть кнопка «Изменить». Можно отправить после этого на принтер, если бы он был здесь. Здесь просто нет принтера. Можно выбрать «Сохранить как PDF», можно, соответственно, в OneNote отправить. Соответственно, это тоже доступно. Соответственно, если вы стоите на диаграмме, выделена диаграмма, в принципе, так же, как и в обычной классической версии, если выделена диаграмма, то он предлагает эту диаграмму, то есть распечатать одну единственную, без всего остального. Так, это мы посмотрели. Наверное, можно перейти к PowerPoint. Я оставлю, если здесь что-то интересное, я оставляю возможность, пожалуйста, редактируйте, я не перекрываю это. Хотя могу, я могу перекрыть вам возможность редактирования, каким образом, тоже нажать там «Общий доступ», потому что я, как хозяин этого файла. И, соответственно, с ссылкой поступить так же, и удалить. Соответственно, те, у кого она есть, она будет неактивной, она не будет приводить к тому, что вы сможете редактировать этот файл. Так, а я, соответственно, перехожу в PowerPoint, потому что у нас, честно говоря, осталось полчасика всего. Соответственно, тоже PowerPoint, который тоже предлагает новую презентацию создать. Опять же, урезанные возможности, или полноценные. При этом для простой презентации этого будет хватать. Соответственно, как обычно, один слайд, титульный, у нас здесь есть. Как обычно, правой кнопкой мыши, с левой стороны вы можете создать новый слайд. И он, как обычно, будет макета заголовок и содержимое. Вы можете выбрать макет этого слайда, правой кнопкой мыши, щелкнуть макет и, сейчас не прогрузились, выбрать какой-то другой макет. Ну, например, хочу, чтобы это было сравнение. И он нам сделан в несколько макетных областей. И, пожалуйста, редактируйте, вставляйте все, что угодно. Соответственно, есть возможность вставлять фигуры. Новый слайд. Есть возможность вставить фигуру. То есть, ее можно будет сделать, можно будет отредактировать. Конечно, полный функционал, который шикарный, совершенно в 13-й версии присутствует для форматирования фигур, здесь отсутствует. Но при этом в стиле фигур есть, можно какую-то еще фигуру добавить, можно надпись сюда добавить, можно заливку поменять на какую-то другую. То есть, поворот, перемещение вперед-назад, оно все доступно. Даже группа «Упорядочить». Ну, «Упорядочить» тоже сокращена, конечно, здесь не хватает инструментов. Мне, например, если выровнять по левому краю, по правому краю, но переместись слоями можно и отразить, повернуть тоже можно будет это сделать. Здесь, в отличие от предыдущих рассмотренных программных продуктов, можно вставить смарт-арт. И здесь, соответственно, есть конструктор. Ну, на самом деле, наверное, в PowerPoint смарт-арты действительно наибольшие, больше всего нужен, в отличие от Word, от того же, что мы видим, от Excel. Вот, соответственно, можно выбрать какую-нибудь фигуру смарт-арт, можно изменить ее цвета, можно поменять ее стиль. Вот даже вот так можно сделать. Вот такой стиль. То есть, это работает, и, в принципе, все, что нужно, здесь есть. Единственное, что текст меняется немножко не так, как в классической версии. В классической версии тут сбоку появляется маркированный список, вы можете что-нибудь вписать. Здесь, соответственно, двойным кликом вы впечатываете, о чем мы сейчас впечатаем, уровень какой-нибудь, там, первый уровень. Так, соответственно, кликаю вне фигуры, ну, оно преобразовывает. Вот, тут я не удалила лишние кнопочки. Два уровня лишние поудаляю, вот у меня получилась пирамида из трех уровней. То есть, здесь смарт-арт работает, и тот смарт-арт, который вставлен в презентацию из классического приложения, его можно будет отредактировать. Так, здесь можно вставлять тоже изображение. Ну, это мы, в принципе, в Варде смотрели, поэтому, наверное, это не столь интересно будет. Можно поменять стиль оформления презентации. Это, в принципе, как в классическом приложении. Вы можете выбрать один из дизайнов, который здесь находится. Ну, например, какой-нибудь вот такой пыль будет. Вот, и если у этого дизайна, а у них, скорее всего, есть вариации, какие-то цветовые, ну, вы заметили, наверное, что у меня пирамид Майя перекрасилась с выбором другой темы оформления. Соответственно, если есть цветовые вариации, то их тоже можно выбрать, и таким образом, соответственно, сменить цветовую схему документа, и фигуры будут перекрашиваться. Но при этом дополнительных возможностей, которые есть в классическом приложении из серии, выбрать цветовую схему какую-то свою, создать, этого здесь сделать будет нельзя. Ну, и еще, что мне, например, очень сильно обидно, что на вкладке вид отсутствуют инструменты для работы с мастер-слайдом. То есть нельзя будет, собственно, наручно как-то изменить макет, этот, что-нибудь передвинуть, добавить логотип. Вот здесь этого нет. Здесь есть режим только редактирования, режим чтения и слайд-шоу. Но нету возможности изменять макет. Это делается все в классическом приложении. А дальше, значит, заметки внизу тоже есть. То есть вот они показываются, их можно скрыть, можно открыть. Тоже из вкладки вид это есть. Примечания работают аналогично, как в Варде. Значит, что касается переходов и анимации. Анимация тоже доступна, но эффектов не так много. Так, как я эту фигуру создавала. То есть вот есть у нас какая-то фигура, к ней можно применить эффекты, но их как бы очень немного. Например, там вылет можно сделать, параметры эффекта можно выбрать, откуда она будет вылетать. И в режиме показа презентации это все сохранится, это будет отображаться. Но эффект, как вы видите, очень немного. Тут всего получается три зеленых. То же самое с переходами. То есть с анимацией перехода от слайда к слайду. Тут тоже есть только затухание и сдвиг. Все, других переходов нет. Ну, соответственно, и воспроизводиться они не будут, даже если вы создавали их в классической версии. Так. Ага, сейчас вопросы увидела, поняла, чуть позже на них отвечу. По поводу... Так, конструкторы... Можно фонд поменять? Да, это тоже здесь есть. Ну, пожалуй, наверное, и все. Да, кстати говоря, нет режима структуры и режима сортировщика в слайдах тоже нет. Только три режима, в которых мы можем работать с презентацией. Так, значит, вопрос поступил следующий. Где поступил вопрос? Вопрос поступил следующий. Сейчас посмотрю. Значит, от Александра. Почему недоступны изменения свойств программы? А, это я уже ответила. От Марины. Мы совместно редактируем документ. Может ли не хозяин себе сохранить документ? Да, может. Скачать себе вполне может этот самый документ. Не вопрос. То есть это... Ссылка же есть на редактирование, значит, сохранить себе можно будет. В принципе, вы тоже можете попробовать там сохранить как и выбрать кнопочку скачать. Оно же у вас сейчас есть. Попробуйте. Вот с вордовыми презентацией я вообще пока не отправляла. Вордовые документы и эксерусские можете уже попробовать сделать это. Здесь есть на редактировании. Даже если есть на просмотр. То, в принципе, можно себе этот документ на компьютер сохранить. Так, на этот вопрос я ответила. Да, ну и давайте посмотрим, как себя ведет презентация, которую создали в обычном приложении. Это у меня здесь есть пример презентации. Она была создана в обычном приложении. Я ее открываю в офис онлайн. Значит, ну опять же, да, он мне сначала показывает просто... В режиме показа, ну тут немножко совсем слайдов у нас есть, предлагает начать слайд-шоу, ну и, соответственно, редактировать. Я выберу изменить в PowerPoint онлайн. Так, вот она загрузилась. Тут данных совсем нету практически. Ну, вот есть диаграмма. Вы видели, что она в режиме показа. И сейчас отображать совершенно нормально, адекватно отображать. Но редактировать нельзя. То есть вот с диаграммами только в Excel. Онлайн можно будет работать. А вот объект SmartArt, который был создан в обычной версии, в PowerPoint изменить можно. То есть я по нему щелкаю, открывается конструктор. Пожалуйста, хоть поменять макет, хоть поменять цвета. Поменяй цвета. Притормаживает. У меня тоже немножко притормаживает. Красную хочу. О, спасибо. Хоть поменяй эффекты. Сейчас не знаю, будет вообще видно. Да, вот видно немножко, есть близко появились. То есть с этим работать можно. Оно работает. Так. Так, так, так. Кроме того, вот этот дизайн, он стандартный. Он был, что в... Тема оформления, она такая же была в обычном классическом приложении 13 офиса. Такая же здесь есть тоже. Соответственно, если я захочу что-то в ней поменять, то я на конструктор могу перейти. И, кстати говоря, то, что называлось в классической версии, называется дизайн-плачка. И могу, например, выбрать другой вариант оформления. Заметьте, какие цвета тут были на диаграммке. Какие-то красные я выбирала. Рыжий, красный, серый. И если я выберу какую-то более светлую тему, это та же тема оформления, просто цвета более светлые. Нет, ладно, чтобы было очевидно, потому что деревянная все-таки остается. Вот. Вот такая. Вы видите, что цвета здесь... Цвета поменялись. Хотя объект остались... И на диаграмму это тоже повлияло. Изменить что-то на ней, какие-то данные поменять, циферки поменять не могу, цвета меняются. Вот это... Это как бы вот такой эффект у нас от PowerPoint онлайн. Так, вопрос какой-то поступил. А, Марина попробовала, да, сохраняется. Я рада. Ура. Ну, можете все попробовать, да, заодно. Так, что еще можно интересно... Ну, большинство, как бы функционал, большая часть функционала, которая есть в PowerPoint, она, как бы, вот вы сохранили, если в классическом приложении, она воспроизведется в... покажется, отобразится, как бы в режиме PowerPoint онлайн, но редактировать это, скорее всего, будет нельзя. То, что касается диаграмм, то, что касается WordArt объектов, например. WordArt это такие шрифты красивые. Это онлайн, редактировать будет нельзя, но посмотреть будет можно. Так, и что хотела показать еще, что презентацию тут отобразить можно будет тоже в режиме показывать. Вот право... вот здесь, в правом и нижнем углу тоже есть этот режим показа слайдов. Сейчас он немножко подтормозится и покажет нам слайды. Что-то как-то он сильно прям тормозится. Вот, да, как раз это окошко, оно иногда блокируется в браузере. Вот это тоже нужно иметь в виду. Вот такой вот показ слайдов. Тоже щелчком... А, я с текущего слайда был последний. Так, текущего вот так. С последнего слайда это первый. Щелкаю второй, щелкаю следующий, щелкаю следующий. Ну и до конца. Так, то есть, в принципе, показ похож. Может быть, он не настолько полноэкранный, не на весь совсем экран показывается, но анимация работать будет. Так, а я сейчас, наверное, какую-нибудь фигуру вставлю и покажу, что анимация будет работать. Это уже, это еще не очевидно. А, вот она, фигура вставилась. Так, и анимируем ее. Пусть прилетает откуда-нибудь. Куда-нибудь снизу пусть прилетает. Так, и... Покажи нам, пожалуйста, анимацию. Вот. Она отыграла. То есть, она не проигрывается в процессе создания анимации, но в процессе показа она отыгрывается. И, соответственно, ее можно будет... Потом, если захотеть там скачать презентацию, если просто ее показать, то она тоже проигрываться будет. Так. Может быть, какие-нибудь вопросы у вас есть? Появились новые по поводу PowerPoint-а? Или, может быть, вы хотели бы попробовать его сами? Давайте я вам ссылку дам. Давайте я вам дам ссылку. Кстати говоря, PowerPoint одновременно тоже можно будет редактировать. И что-то, что-то, что-то хотел сказать. Я, наверное, сейчас только единственных слайдов подсоздам побольше, чтобы было на чем вам тренироваться, сколько у нас тут 18 человек. 10 селу, чтобы каждый что-нибудь на своем. Чтобы не все заблокировали сразу слайды. Так, тоже получаю ссылку, создаю ссылку и кидаю вам в чат. Так, отправила. Отключайтесь. Да, рекомендация по совместной работе в PowerPoint онлайн можно редактировать так, что кто-то из классического приложения, кто-то из PowerPoint онлайн подключается, но нежелательно. Чтобы не было споров, желательно, чтобы это было, все были, например, из PowerPoint онлайн. Ну, в этом смысле в PowerPoint мало возможностей, которые вообще не будут отображаться и которые блокируют возможность просмотра документа в PowerPoint онлайн. А вот в Excel, например, если в вашем файлике фигуры, например, на лист вставлены, вы его загружаете в PowerPoint онлайн, ну, PowerPoint онлайн уже будет говорить, что некоторые возможности здесь отключены и там, возможно, отображать его не будет, потому что беда, не может он с фигурой документ отображать. Так, получили. Ага, вижу, кто-то уже подошел здесь. Так, вижу, кто-то на седьмой слайд. Ушел. Так, ну, в общем, когда будете редактировать, смотрите, чтобы на один слайд, желательно, не попадать на один и тот же. Кто-то перехода, по-моему, сделал на все слайды. Так, ну что, так, несколько минут на то, чтобы попробовать функционал даю. Так, ну что, новых вопросов не поступает. Я вроде бы все, что хотела вам рассказала. Да, пожалуй, все. Хотела бы наводку такую дать. Сейчас рассказывать не буду, но, в принципе, это интересно, что есть еще такое приложение OneNote, его просто очень мало кто использует, к сожалению. Записная книжка. Она входит в стандартный набор офисных приложений, и вот ее синхронизация через OneDrive очень удобна. Просто от себя хочу посоветовать, что есть бесплатное приложение, например, для Андроида, которое позволяет установить его на телефон, например, мобильный, и, соответственно, ввести запасную книжку. Ну, вот, собственно говоря, да, здесь она есть, OneNote онлайн. Ввести запасную книжку как на компьютере в приложении, ее же совершенно замечательно открывать на мобильном приложении, на разных компьютерах синхронизировать, и даже отправлять странички этой запасной книжки вашим членам семьи или вашим коллегам для того, чтобы одновременно редактировать какие-нибудь списки, ну, правда, не знаю, список покупок. То есть вещь отличная, отдельно рассматривать не буду, таким бонусом. Посмотрите, мне очень понравилось свое время, может быть, вам тоже будет интересно с этим поработать, потому что вещь удобная. Так, что-то, какой-то новый вопрос, не вижу какой. Ссылку на приложение для Андроид. Слушайте, я вот сейчас затрудняюсь, это в Play, этих самых, в Play, как он называется, это Play Market, достаточно просто ищется по OneNote, и, собственно говоря, сейчас, секунду, сейчас чуть-чуть не получается просмотреть этот самый вопрос, последний. Так, да, в Play Market оно найдется, очень легко, скачивается бесплатно, единственное, что, опять же, нужна учетная запись, так, учетная запись. Вижу вопрос какой-то не по теме. Можно бороться с тем, что меня почта Word с картинками не пропускает. Я думала... Почта Word с картинками не пропускает, большие очень картинки. Это вам нужно на любую картинку в Word щелкнуть, появится вкладочка формат. Сейчас, как я тут картинку вставили, я по аналогии покажу. Вкладочка формат, вот такая. Ну, здесь ее здесь нету, а в обычном классическом приложении здесь будет сжать изображение, и, скорее всего, вас просто по объему не пропускает, потому что они очень большие. Ужмете все картинки, у вас, скорее всего, все получится. Так, в Play Market найдется, это мы поговорили. Да, так, так вот. Собственно говоря, подходит к концу наше занятие. Мы с вами посмотрели основные возможности удаленной работы без приложений, с приложениями, совместной работы, все вместе поработали. У меня теперь много-много ваших всяких корректив в презентациях, что очень радует. Я надеюсь, что вам понравилось, и вы попробуете поработать над этими приложениями. Но если хотите узнать больше о Office 365, приходите к нам в центр на курсы, поучимся, посмотрим, какие дополнительные возможности есть недалеко, не ограничиваются возможностями Office Online и OneDrive. Спасибо всем за внимание. Ну и до новых встреч, если есть какие-то вопросы, у меня окошко пока еще открыто, я на них буду отвечать. Да, кстати говоря, и на почту, если вдруг они у вас будут, эти самые вопросы возникают. Сейчас я еще почту сюда напишу, и вы прям сможете мне по почте их задавать. Сейчас, спусту. Вот такая вот моя почта. Пишите. Спасибо. Ольга, сертификаты? Я боюсь, что нет. Надо уточнить у менеджеров. Попробуйте позвонить кому-нибудь. По поводу возможностей попробовать бесплатно. Это, значит, в последнее время. Вот, наверное, как появился 2013 Office. Хотя, может быть, и раньше. Раньше просто не замечала. С сайта Microsoft Office можно скачать бесплатно пробные версии классических, больших вот этих вот приложений. Значит, выглядит это таким образом. Вы скачиваете, например, Excel или PowerPoint, полнофункциональный, да? И в течение месяца пользуетесь им бесплатно. Ну, а дальше, соответственно, когда вот эта реальная версия заканчивается, как обычно с реальными версиями пробными, появляется предложение о покупке. И дальше вы можете так как бы раздумывать, либо вы удаляете это приложение, либо вы покупаете подписку на Office 365, либо вы покупаете само приложение Office 2013. Да, там разница в чем? В том, что подписка по Office 365 позволяет вам подписаться там на месяц или на полгода или на год, на какой-то период, по истечении которого вам, например, это приложение больше не понадобится. А покупка 13 Office, соответственно, означает, что вы купили это приложение, оно у вас есть, и все как бы вам через год его продлевать не придется. Ну, а из минусов покупки 2013 Office, в том, что 2013 останется 2013, если вы покупаете подписку по Office 365, то как только выходит новая версия Office, вы, соответственно, уже подписаны на следующую версию, не на 2013, а не знаю, какая она по номеру будет, но уже на следующую новую. А вот это попробовать бесплатно, это именно переход на страницу тоже office.com, которая вам предложит скачать полноценное, полноразмерное, полнофункциональное, классическое приложение. Я, единственное, не знаю, с какой программой вы это видели, но Excel или PowerPoint или Word, все, что здесь было сейчас показано. Можете воспользоваться. Всем спасибо и до свидания, до новых встреч.